С вами канал «Учебник Слух» о стихотворении Пушкина «К Чаодаеву». В ряду стихотворений, в которых личная тема сочетается с гражданской и теряет отвлечённость, почётное место занимает дружеское послание «К Чаодаеву». В этом стихотворении пушкинское вольнолюбие проявилось с особой силой. Пушкин разделяет убеждения друзей-либералов в том, что радость жизни и счастье человек может постичь лишь в свободном обществе. На первый план выдвигается мысль об отчизне, служение которой становится потребностью души поэта. В стихотворении чувства Чаодаева и Пушкина объединяются. «Недолго нежил нас обман, но в нас горит ещё желание. Мы ждём стомлением упования, напишут наши имена». Послание начинается с традиционного эллигического зачина, с грустной ноты. Упоение жизнью оказалось всего лишь обманом. При столкновении с реальностью мечты о славе, любви, свободе часто оборачиваются неверием, сомнением. Героические и честолюбивые мечты не угасают, а вновь овладевают поэтом. «Печальный тон сменяется бодрым, жизнерадостным, но в нас горит ещё желание». Стихотворение превращается в вольный порыв к свободе. «Страстную жажду вольности святой не могут победить ни трудности борьбы, ни грозящие преграды, ни гнёт власти роковой». В стихотворениях «Деревня и вольность» Пушкин подразумевал под свободой прежде всего закон, конституцию, ограничивающие власть царя. В послании к Чаадаеву сохранилось такое понимание слова «свобода». Однако романтический порыв выражен с такой всеобъемлющей мощью, которая раздвигает и расширяет значение слов. При этом гражданский порыв сливается с любовным порывом, и они объединяются в едином чувстве. Вся душа оказывается им объята. Индивидуальное содержание душевного порыва перерастает в сверхличное. Речь идёт о свободе Отечества, о России. Россия вспрянет ото сна. Для сопряжения личной и гражданской тем Пушкин использует устойчивые поэтические сращения, которые способны нести и разный, и одинаковый смысл. Например, он употребляет сочетание «Горит желание». Оно может заключать в себе гражданскую страсть, сравним «пока свободою горим», но может означать и любовную страсть. Сравним «в крови горит огонь желания». Выражение «горит желание» в послании включает в себя оба значения. Так в порыве вольности участвуют все силы души. Следовательно, можно сказать, что эллигический словарь поэзии получил под пером Пушкина возможность выражать гражданские чувства.